Украина будет требовать компенсации за весь ущерб, нанесенный Россией захватнической войной. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины. Там работают над созданием фонда возмещения убытков. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что только в Николаеве за полгода войны было разрушено или повреждено более 10 тысяч объектов, из которых 7 тысяч это жилые дома. Как Украина может компенсировать колоссальные потери? Подробнее в нашем материале. Украина потребует от России 300 миллиардов долларов репараций. Такую сумму озвучили в Министерстве юстиции Украины, отметив, что ущерб от вторжения российских оккупантов значительно превышает эту цифру. Однако данная сумма соответствует активам Банка России в странах Большой Семерки, которые заморозили в рамках санкций. Киев уже получил устное соглашение от западных стран на передачу их Украине. Безусловно, сумма ущерба больше. Мы будем требовать еще большую сумму. Но исходя из реалий, то, что у них есть за границей, похоже на 300 миллиардов долларов США. Сумма неплохая и немаленькая. Она будет служить для компенсации и поддержки нашей экономики. Сейчас, по словам Дениса Малюйски, идет разработка юридического механизма. Минюст Украины готовит международный договор, к которому смогут присоединиться западные страны и передать на его основе российские активы Украине. Самая большая загвоздка, как поступить, чтобы международные суды не признали это посягательством на право собственности. С кем мы, с какой бы страной мы не разговаривали, политическое согласие есть. Вопрос только в том, чтобы предоставить юридические механизмы, как это сделать. Россия делает все, чтобы загнать экономику Евросоюза и западных стран в экономический и энергетический кризис. Соответственно, в таких условиях передать Украине средства Российской Федерации будет правильным политическим решением. Украина первой стала реализовать процедуру конфискации. Именно поэтому внимание мира приковано к этому процессу, его законности и последствиям. Так, Высший антикоррупционный суд Украины впервые конфисковал имущество российского олигарха в Украине – миллиардера Владимира Евтушенкова. Речь идет об изъятии 17 объектов недвижимости и доли в пяти украинских фирмах. Ранее в Минюсте заявили, что могут конфисковать имущество более 300 подсанкционных лиц. На этом не стоит останавливаться. Ждем новых исков. На очереди имущество Дерипаски, Бабакова, Ротенберга, Фридмана, Миллера и других путинских олигархов. Виталий Шабунин. Глава общественной организации «Центр противодействия коррупции. Фейсбук». Первым и пока единственным, кроме Украины, государством, которое на законодательном уровне закрепило подобную конфискационную процедуру, стала Канада. США тоже ищут правовые механизмы изъятия активов лиц, связанных с режимом Путина. ЕС планирует пойти более традиционным путем и позволить конфисковать активы по обычному уголовному приговору суда. Будет правильно, если Россия заплатит за причиненный ею вред и активы, которые она преступно экспроприировала у Украины. До сих пор США и другие державы разумно регулировали свои военные интервенции, но в результате российская военная машина подавляет Украину. Мировое сообщество должно действовать агрессивно, используя все имеющиеся в его распоряжении экономические и правовые инструменты. В статье «Политика». На Генеральной Ассамблее ООН украинской делегации намерено добиться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения ущерба. В Минюсте отметили, на взыскании резервов российского Центробанка Украина останавливаться не собирается. Далее последует изъятие активов государственных компаний, российских ольгархов, политической верхушки России. Эксперты отмечают, так финансовое бремя восстановления Украины упадет на самих виновников разрушений, Российскую Федерацию и ее граждан. Виктория Синько, Никита Бабенко для телеканала «Фридом». И эту тему в разговоре более подробно обсудим с нами на связи Агея Загребельская, основательница Лиги антитраста, госуполномоченная антивонопольного комитета Украины в 2015-2019 году. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Ну что ж, тут самый главный вопрос. Так, а получится или не получится? Где камни преткновения? И в чем может быть основная проблема касательно того, чтобы Украине передали все эти, если я правильно выражаюсь, арестованные счета? Деньги с арестованных счетов? Конечно же, я хочу верить в то, что получится, потому что я на самом деле не вижу каких-либо глобальных проблем в этом процессе. Почему? Потому что если мы посмотрим в целом на право и на справедливость, то, конечно же, я думаю, любой из ваших зрителей скажет, что это правильно и справедливо. Потому что не должны европейские, американские плательщики налогов, не должен украинский бюджет возмещать за Россию этот ущерб. И мы не можем ждать, конечно же, неимоверное количество времени, поскольку с каждым днем этот ущерб, если его не возмещать, если не восстанавливать постепенно Украину, то цена восстановления будет, соответственно, еще дороже. Есть проблема, наверное, в том, что законодательство не всех стран на сегодняшний день имеет четко закрепленные механизмы, которые позволяют восстановить справедливость и действовать в духе права. Но это та проблема, которая может быть решена, не так сложно. Парламенты этих стран могут принять решение, внести соответствующие изменения в свое законодательство и запустить процесс. Конечно, есть риски того, что могут суды посмотреть на это под своим углом и найти какие-либо бреши в механизме, что повлечет за собой отмену подобных решений. Но для этого именно сегодня на международных площадках разнообразные эксперты и судьи в отставке и научные деятели обсуждают эти механизмы для того, чтобы отработать какую-то общую единую рамку, которую в последующем уже смогут интегрировать в свое законодательство страны. И в таких условиях, я не думаю, что должны быть какие-то существенные проблемы, в том числе с дальнейшим судебным обжалованием. То есть на сегодняшний день этот механизм, он, как по мне, выглядит очень справедливо, очень правильно и достаточно несложно для реализации. И мы это видим на примере Украины, на том, что уже первый актив, мы получили первое решение первой инстанции о конфискации. И я думаю, что в ближайшее время он пройдет и апелляцию, и мы сможем его реализовать в жизни и показать, как историю успеха, которая будет мотивировать другие страны повторить наш пример. Говоря о цифрах, вот мы сейчас называли 300 миллиардов долларов подсчитанных убытков. Хочу уточнить, это с момента полномасштабного вторжения, подсчитанного разрушения в Украине? Или это уже общая сумма с 2014 года, ведь мы помним, как это все начиналось и какое количество заводов, предприятий было практически вырезано и вывезено в Россию? Сколько было бизнесов, сколько было недвижимости отжато у местного населения российскими оккупантами? Эти убытки тоже подсчитывались? Их вообще физически можно подсчитать? И будет ли за это Россия тоже выплачивать репарации? Конечно, я думаю, что, наверное, правильнее будет уточнить этот вопрос у правительства, но по моему мнению и по той информации, которую я имею, это касается только тех убытков, которые были причинены с момента полномасштабного вторжения. Убытки, которые были причинены Украине с 2014 года, и я бы, наверное, возможно, пошла еще дальше и в 2013, и в 2012 год, поскольку присутствие активной России на территории Украины с абсолютно понятной целью реализации, которую мы увидели с 2014 года, оно было давно уже. Можно ли это посчитать? Вы знаете, нет, наверное, убытков, которые невозможно посчитать. Есть убытки, которые посчитать сложно, есть убытки, подсчет которых может вызывать какие-либо сомнения в последующем у судебных или правоохранительных органов, но какую-либо минимальную цифру, которая точно будет такой консенсусной, которая не будет вызывать вопросов, конечно же, можно посчитать. Для этого нужно привлечь соответствующие экспертные установы, в том числе и международного уровня, выводы которых будут котироваться на международной арене, и это сделать. Я бы говорила не только про Украину, мы можем посмотреть с вами на Грузию, мы можем посмотреть с вами на Молдову, мы можем посмотреть на другие страны, в которых влияние незаконной России приводило к убыткам для этой страны, к политической нестабильности, к преддефолтному состоянию и всем остальным деструктивным процессам. Поэтому я думаю, что не только Украина должна заниматься подсчетом убытков, а и другие страны должны смотреть на нас, брать пример в этой части и подтягиваться, и считать, потому что очередь за российскими активами должна быть такой внушительной, чтобы это было примером для всех остальных диктаторов, автократов и агрессоров, что наказание обязательно будет, даже если на каком-то этапе кажется, что у тебя все хорошо, и ты самый главный в этом мире. Говоря про присутствие или вспоминая про активное присутствие, как сказали, с 2012-2013 годов в Украине, давайте вспомним и подумаем про пассивное присутствие сейчас на территории Украины, насколько оно распространено пассивно, имеется в виду, что если не в открытую бизнесу, то, по крайней мере, доли частично российских бизнесменов, знаете, как мы говорим про хороших русских, а тут возможно ли хорошие бизнесмены российские, есть ли учет этих долей в украинских компаниях, что будет с ними и дальнейшая национализация активов российских компаний в Украине будет продолжаться? Если говорить о позиции украинского общества, а Украина – это демократия, и власть все равно исполняет волю украинского народа, то тут она единая о том, что все активы российские должны быть в Украине конфискованы, вне зависимости от того, хорошие это русские, хорошие это олигархи, либо нехорошие. Учет их ведут наши спецслужбы, я думаю, что в специальных подразделениях службы безопасности Украины, контрразведки, службы внешней разведки, все эти списки есть, и в принципе журналисты довольно-таки часто их публикуют, аналитические центры, антикоррупционные наши организации, все они всем известны. Сегодня, конечно же, пока что мы имеем только один пример, но я думаю, что в ближайшее время, как вы показывали цитату Виталия Шабудина, в ближайшие дни, недели и месяцы мы увидим, как иски будут идти один за другим, и все их имущества на территории Украины будут косвискованы, и я уверена, что так и должно быть, это справедливо. А как вы считаете, кто из международных партнеров, из стран, может быть противником того, чтобы эти финансы передавать Украине замороженные? Потому что, судя по реакции некоторых стран на запросы Украины в рамках военной техники, далеко не все страны, не буду перечислять, вы, уверен, прекрасно их знаете, далеко не все страны были позитивно, позитивно, как-то правильно сказать, ну, были позитивными в этом отношении. Я думаю, что мы точно получим негативную реакцию, и мы ее получаем постоянно со стороны Венгрии. Это достаточно стабильный, пророссийский, так называемый, член Европейского Союза. Опять же, не Венгрия как страна, а, наверное, все-таки Венгрия Орбана, я бы так сказала. Потому что, возможно, со сменой политического лидера изменится и геополитическая ориентация в Венгрии. Если говорить про остальные страны, я бы, наверное, ставила вопрос чуть-чуть по-другому. Не те, кто будет против того, чтобы эти деньги передали Украине, а те, кто, или имущие, или активы, а те, кто будет против того, чтобы их все конфисковывать. Вот тут, конечно же, мы можем увидеть со стороны многих стран на самом деле, то есть такие дискуссии, которые все еще идут, и о том, насколько это правильно с точки зрения правосудия, не нарушает ли это каких-либо принципов правового государства, и о том, не будет ли это влиять на то, что Россия, либо российские бизнесмены подадут пример всем остальным бизнесменам в мире, что не стоит в Европе, либо в Соединенных Штатах сохранять свои активы, инвестировать туда деньги. Но я думаю, что эти голоса, они с каждым в нем становятся все тише и тише. И тут есть два главных аргумента о том, что если право и справедливость не способны защитить в такой ситуации страну и население, и за Россию должны оплачивать счета западные избиратели, то, наверное, это не то право и справедливость, которое должно действовать в демократическом мире, с одной стороны. А относительно второго аргумента, снова-таки, это будет российский пример, будет примером для диктаторов и автократов. И мне кажется, как раз для демократических стран, для западных стран, было бы, наоборот, правильно и хорошо, чтобы подобные люди не хранили свои деньги на Западе и свои активы, потому что они их используют для влияния на западную политику, для финансирования маргинальных политических движений, крайних политических движений и создания нестабильности политической в этих странах и, фактически, видоизменения их политики и демократии путем влияния даже на выборы. Много примеров, как чего уже было. Поэтому я думаю, что западные страны только выиграют от того, что диктаторы будут меньше иметь деловой активности у них. Издание «Политика» пишет, что США должны заставить Россию заплатить за бессмысленное уничтожение Украины. О каких рычагах влияния со стороны США на Россию идет речь? Я думаю, что, скорее всего, речь идет о многих рычагах влияния, начиная от того, что мы с вами говорим сейчас про активы. И это активы не только российских олигархов, но это активы и самого государства России, в том числе и так называемая валютная подушка Путина. С другой стороны, конечно же, это дипломатия Соединенных Штатов, потому что та дипломатия, которую могут проводить США с другими странами для того, чтобы добиваться этого полноценного результата, чтобы Россия была изгоем. То есть вряд ли какие-либо другие страны могут так действовать эффективно. Кроме этого, это, конечно же, объединение мира, потому что победить диктатора с минимальными жертвами, конечно же, можно только если мир объединенный и мир единый в этой цели. Поэтому это тоже давление объединения мира. Конечно же, санкции, конечно же, поставки Украине военного оборудования, оборонного, которое помогало бы нам защищать свою территориальную целостность и суверенитет от России. То есть это все способы давления. Что на самом деле из этого всего имел в виду автор, сложно сказать. На такое маленькое уточнение мы говорили про национализацию активов и компаний, которые присутствуют до сих пор в Украине. Это длительный процесс. Так как мы демократическое государство, и все нужно делать по закону, по нормам законодательства. А вот как быть с возможностью введения полного бана, вот мы говорим полный бан на энергоресурсы, а полный бан на российские товары? Ведь до сих пор доинды, как говорят на украинском языке, можно обнаружить на полках российской. Я понимаю, что, наверное, это завезено еще до. То есть это уже, наверное, все-таки моральная ответственность тех, кто занимается принятием этих товаров на своей полке. Или как вот этот вопрос регулировать? И можно ли этот вопрос регулировать и вот в европейских странах, которые нас активно поддерживают? Ведь это тоже способ зарабатывания денег, который тратится на войну. Украина может это регулировать, фактически запретив ввоз полностью каких-либо товаров в Украину. Но, опять же, вы абсолютно правильно сказали, что есть товары, которые были ввезены до этого. И если посмотреть справедливо на этот процесс, если государство хочет запретить продавать даже те товары, которые были ввезены до, то, соответственно, оно должно подумать, какую компенсацию оно может выплатить этим бизнесменам. Потому что для малого бизнеса, для среднего бизнеса это могут быть довольно-таки большие деньги. Если говорить в целом про мир, то тут нужно снова-таки понимать, о каких товарах идет речь. Если речь идет о товарах, которые можно заменить, то мне кажется, что мир должен последовать этому примеру. Потому что употреблять российские товары, иметь возможность покупать их свободно в магазинах, это как раз и есть подтверждением того, что не такая же Россия государство пари, а государство изгои. Если ее товары до сих пор стоят на полках, европейская семья может принести их к себе домой, заплатить за них деньги, то есть как бы и пользоваться ими. Но есть определенная категория товаров, которые, наверное, мы не увидим на полках в магазинах, которые больше используются, например, в энергетике, если говорить об атомной энергии, которые невозможно так быстро заменить, и для замены которых нужно определенное время. Для подобных категорий хозяйственных отношений должны быть просто отработаны планы четкие, со сроками минимальными, за какое время мир может освободиться и от этой зависимости, и от этого отказаться. Вот так, как мы видим, как происходило по нефти, так, как мы видим, сегодня реализовывается по газу, не без помощи России, конечно же, самой. Это хотелось бы видеть тоже и в атомной энергетике. Вам огромное спасибо, Агея, за ваше разъяснение, за то, что присоединились к нашему эфиру. Я напомню, что Агея Загребельская, основательница Лиги антитраста, госуполномоченная антимонопольного комитета Украины с 2015 по 2019 год, была на прямой связи с нашей студией.